Всем привет дорогие друзья! Два года назад я играл там не вылезая оттуда абсолютно никогда, сутками напролет. Я хотел сказать вам о том, что Амазинг РП действительно изменился за эти годы, два года назад он был абсолютно интересным проектом, я не спорю, он был крутым проектом. На тот момент времени в нем хватало абсолютно всего, чего только можно было представить. Куча фракций, систем, автомобилей и так далее. Даже для меня уже была какая-то некая перенасыщенность, особенно когда добавили контейнеры, когда я крутил их, когда открывал рулетки и так далее. Но сейчас, спустя два года, мне написали и сказали о том, что появились кардинальнейшие перемены, о которых мне стоит сообщить своим подписчикам канала. И я как держатель промокода топ1 на сервере Азур обязан это сделать. Безусловно, зайдя на сервер, я увидел первое, то что появились парковки для автомобилей. То есть теперь вы можете иметь один автомобиль, хотя и раньше могли иметь, только теперь он паркуется на парковке. То есть вы можете забрать его с подземной стоянки за 10 тысяч рублей и спокойно кататься по карте, пока не выйдете из игры. Это огромный плюс, потому что такую систему я видел только на, возможно, GTA RP или какой-то другой проект был. КРМП RP, по-моему, был проект года 3 или 4 тому назад. Но сейчас он уже не актуален, возможно, его вообще уже нет. Я бы хотел это видео связать с двумя какими-либо сюжетными линиями. Первое, это посмотреть какой-нибудь важный видосик с моего канала и показать вам те изменения, которые произошли на проекте Амазинг Роллплей. Я думаю, вам понравится такой формат видео и уже скоро выйдет второй ролик такого же формата, где я свяжу игру во фракции в Син на Амазинг Роллплей и рассказом про свои собеседования. О том, как я ходил на них, о том, как я услышал, что такое оклад и сколько он и так далее. Не суть. Не буду спойлерить вам второй ролик. Давайте начну с первого. Сейчас мы найдем какой-нибудь мой ролик на канале, посмотрим его. Я его прокомментирую, проаргументирую свои какие-либо мысли. И уже в дальнейшем мы зайдем на Амазинг РП и там я тоже прокомментирую все изменения, которые коснулись проекта на данный момент времени. Не забывайте, если вы хотите начать игру на Амазинг РП, вы можете по ссылочке в описании перейти по ней, скачать лаунчер, зайти на Азор сервер и ввести мой промокод LEVONTI, который у вас сейчас на экране. Либо же я покажу целую систему, как можно его ввести полностью с регистрации и так далее. Я думаю, это будет максимально подобающим и вам понравится такой формат видеоролика. От вас лайк, ну и, конечно, приятного вам просмотра. Кажется, я нашел такое видео. Я купил MacBook Air, обзоры тест шикарного ноутбука за 60К. Давайте его посмотрим. Ребята, всем привет! Вы на канале Отличник Лайв. И сегодня самый радостный день и самая радостная покупка на моем канале. Не знаю, нельзя ли... Слушайте, нельзя ли назвать покупку радостной? Ну, у меня вообще можно было все. Даже я сейчас, бывает, использую такие фразы на своем канале, которые абсолютно несопоставимы в нашем обыденном русском языке. Вы мне за это предъявляете. Я считаю, это дело творческого человека, это творческий подход. Можно придумать абсолютно любые, я не знаю, там, сентенции, взятые с потолка, и чтобы они были подобающими максимально какой-либо ситуации. Так что это творчество, это лишь момент творчества. У меня можно, ребятки. Вот, у него все можно. Точнее, мне подарили MacBook. Так купил или подарили, не может определиться человек. Эй, ребята, MacBook! Знаете, те эмоции, которые я испытывал при покупке ноутбука, условно, сколько там, в 18-м году, это у нас примерно 4 года назад было, они были, конечно, непередаваемы. Я не знаю, почему тогда был так идеализирован MacBook, почему его все так хотели, но я вот хотел тоже его купить себе, именно Air-версию. Air-версия, она вообще предназначена для работы с текстами, с монтажом таким не сильно замудренным, обычный какой-нибудь такой влоговый монтаж, который не особо каких-то усилий прилагает, там, для оперативной памяти, чтобы это все рендерить и так далее. Так вот, MacBook Air, вообще, как я замечаю, покупают для работы в интернете, зачастую для работы с текстами, с презентациями и так далее. И я не понимаю, почему я его хотел, но это, возможно, самый лучший, наверное, ноутбук, который весит крайне мало, который можно взять абсолютно хоть куда, и при этом это Apple-овская техника, которая, ну, опять-таки, непревзойденная, это наоборот, ну, вот, если сравнивать систему Macintosh, опять-таки, да, все познается в сравнении, если сравнивать Macintosh с Windows, то, естественно, я бы выбрал MacOS, но, блин, типа, комп на Windows, это комп на Windows, а, типа, этого не отнять. У вас компьютер, у вас банка, системник всегда должна быть на Windows, 10, там, 11 и так далее, потому что по-другому вы никак не сможете играть в те же условные игры на Mac'е, потому что есть такие игры, которые поддерживаются на Mac'е, а есть, которые не поддерживаются. Соответственно, Mac я вот выбрал бы больше для работы, для каких-нибудь поездок, для вылазки в университет, еще куда-нибудь, но точно не для варианта того, чтобы на нем что-то снимать или делать, вот для музыки можно, как Даня Кашин, вот он использует Macbook для написания треков, там, и так далее, битов, как бы. Ну, кстати, да, на тот момент времени, 18-й год, 17-й для ноутбука, это был вообще, типа, незначительный год, и его можно было спокойно брать, поэтому, да, это действительно новый ноутбук был на тот момент времени, и сейчас-то он, конечно, уже не новый, ему, сколько, ему 5 лет, но при этом он продолжает так же удивлять и работать без проблем. Кстати, заметьте одну важную деталь, все познается в сравнении, как и мои прически, то есть у меня целая градация. Получается, тут я был челкарем, у меня такая, то есть шторка висела на правую сторону, а при этом бока я забревала. Сейчас у меня максимально короткая стрижка, и напишите в комментариях, с какой стрижкой я вам больше нравлюсь. Вот. Потом у меня были кропы, еще что-то, короче, дофига всего было, но самый такой подобающий вариант для меня, я выбрал все-таки этот. Показать, сделать максимально объективный обзор, и также попробуем что-нибудь в нем поделать. Предлагаю начать. Распаковочка. Я всегда любил делать распаковки и подсъемы различных моментов техники, условные клавиатуры, которые мне присылают на обзор, либо другую какую-то оргтехнику, там компьютерные девайсы. Я всегда делаю красивые подсъемы. Я не знаю, почему здесь нет красивого подсъема, может он, конечно, есть, сейчас я его гляну. Но тут я, по-моему, просто сделал дефолтную распаковку, даже не знаю, на что это было снято. По-моему, на ту же камеру, на которую я снимаю сейчас. Ну, вот он свежий в MacBook, то есть распаковку я пропущу лучше. Ну да, там преднастройка и так далее, но самый интерес в том, что, по-честному вам скажу, MacBook особо не задействован в моей жизни, вот абсолютно нет. Если вы задумаетесь о его покупке на данный момент времени, то не знаю, стоит ли вам советовать его или нет, но решать в любом случае надо будет вам. Но вот MacBook Air на данный момент времени, я полагаю, что не советовал бы вам, потому что он уже устарел за время пользования. Так, сравнение видеоролика мы сделали, теперь мы перейдем к проекту Amazing Roleplay, потому что я обещал две части в своем видеоролике. Первое сравнение себя, теперь сравнение проекта. Поехали, посравниваем проект. Прежде всего я бы хотел отметить то, что поменяли систему таба, теперь как и статистика и задание все в одном. Добавили в синеспривительную колонию, где можно организовывать встречи. Также добавили систему чистки унитазов, красные и черные зоны. Изменили маппинг во многих мафиях, организациях и так далее. Поменяли также маппинг областного клинического центра, то есть больницы, которая была. Также существуют постоянные акции, например, как на день России 3x опыт 2x донат, либо же на первый день лета, чтобы вам прокачать быстрее ваш аккаунт, либо донатить максимально выгодно. Самым первостепенным, что я сделал при заходе на сервер, это изменил свой ник обратно на Ливонте от Tesla. После этого я решил продать свой Mercedes Maybach, потому что у меня были другие планы на автомобиль, и я решил долго не задерживаться. Поскольку квартиры у меня не было, я забрал свой Maybach с парковки, нашел быстрый игрока, который у меня его купит, и продал его за 9,5 миллионов. Считаю, что это вполне нормальная цена за такой автомобиль, тем более я на нем катался без видео. У меня столько машин было на Майзинге, что я даже уже позабыл, какая из них самая нормальная была. Но вот Maybach я решил продать, и в следующем ролике вы увидите, что я себе взял. Ну и также, помимо этого, у меня была Toyota Camry с номерами EKH833, которые мне выпали, я ее оставлял чисто из-за номеров, и также про нее забыл. У меня их было две машины, Maybach я продал, а потом вижу, что у меня осталась еще одна через топ-тачка. Я решил ее забрать, поехать также на авторынок, найти игрока, который возьмет ее за вменяемую стоимость, ну и продал ее таким образом за 3,5 миллиона какому-то игроку. Затем я поехал, купил себе свободную квартиру, которая находилась в Южном, чтобы мне спокойно можно было меняться среди своих двух машин. Пока я не скажу, что у меня будут за тачки, ребят, но я думаю, что это будет очень интересно, в следующем видео вы все поймете. Ну вот такую хату арендовал, в принципе, если вы будете играть, то можете рядом со мной арендовывать, и возможно вы станете первым человеком, который видит, что у меня за машины. Мне очень понравились изменения, которые коснулись админских команд, что теперь я могу делать вот такие подсъемы, которые вы сейчас видите на ролике. Также добавили фракцию в син, то есть спритильную колонию, кресты, самую настоящую, которую вы сейчас тоже видите на ролике. И скажу вам честно, это прямо нужно делать отдельное видео по ней, я уже устал заговариваться насчет этой темы. Но это реально очень круто, ни на одном проекте я еще не встречал такого детализированного маппинга, и при этом добавление какой-либо отдельной фракции, связанной с нашей реальной жизнью. То есть, как мы видим, здесь происходят все время какие-либо интересные события, и я бы хотел воплотиться в роль инспектора Федеральной службы исполнения наказаний. То есть, чтобы поиграть, побалдеть, посмотреть, что вообще к чему. Спасибо за просмотр данного видеоролика. Если тебе понравилось, поставь, пожалуйста, лайк и подпишись на канал. А еще не забывай регистрироваться по правокоду LEVONTIY на сервере Amazin.grp.azur. Спасибо тебе, друг. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok